Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной видеообзор проекта «Научи хорошему» посвящен ток-шоу «Пусть говорят», которое с 2001 года под разными форматами идет на первом канале в вечернее время. В предыдущие годы это шоу называлось «Пять вечеров и большая стирка». Несмотря на изменение названия, суть передачи на протяжении 14 лет не менялась, как и ее ведущий Андрей Малахов. Но вот главные действующие лица они, они обвиняются сейчас в том, что они зажалили и съели вашу внучку. Да, да, да. Вот она в одного из них влюблена, в кого? На сайте Первого канала можно узнать о том, что шоу «Пусть говорят» — это конкретная помощь людям, исправление ошибок и поиск компромиссов. Ну что же, смотрим на то, как Андрей Малахов и Первый канал помогают людям. Чай из-за эфира «Пусть говорят» тема эфира сегодня папина дочка. Я постоянно плачу, я на трене даже не могу спать, а они там занимаются любовью, сексом. С дочкой родной. Сюрпризом от Юли после этого новогоднего утренника стала новость о беременности четвероклассницы. Жители поселка Ясногорка все как один обвинили в совращении 12-летней девочки и ее 43-летнего опекуна Алексея Козлова. Когда ей было 13 лет, Лида поняла, что ждет ребенка. Девушка родила сына, но его отец оставался неизвестным. Чтобы выяснить, кто стал папой малыша, полиции пришлось провести более 20 тестов ДНК и проверить все мужское окружение девушки. Это кадры задержания тренера высшей категории из города Сальска, Ростовской области, Александра Выгорко. В июле этого года его обвинили в изнасиловании четырех своих воспитанниц, 12-летних спортсменок юношеской сборной по волейболу. Сегодня в нашей программе мы выясним, кто виноват, что в свои 13 лет школьница из Красной Поляны стала местной лолитой и почему все село живет, как на пороховой бочке, боясь оказаться в интимном списке Юлии Дедовой. Москва, тот шоу, пусть говорят, в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Наверное, у вас возник закономерный вопрос, почему публичное эмоциональное обсуждение случаев педофилии мы назвали пропагандой педофилии. Объясним на конкретном примере. В Латвийской СССР в 1972 году произошел уникальный случай. Молодой парень из националистических убеждений совершил акт самосожжения. Этот случай получил широкую огласку и освещение в СМИ. Спустя некоторое время нехарактерные для Литвы случаи самосожжения уже без каких-либо националистических мотивов начали происходить постоянно один за другим и прекратились только когда их перестали освещать в средствах массовой информации. Как заявил бывший первый заместитель председателя КГБ, по той же причине в Советском Союзе избегали предавать гласности захваты самолетов и взрывы. Теперь, понимая, что все, что активно обсуждается в СМИ, переходит в нашу жизнь, посмотрите другие отрывки шоу «Пусть говорят». Это Карина Будучан из Санкт-Петербурга. Ей 16 лет. Год назад, 19 января, в крещение Юрий и Максим убили и съели Карину. Это семейная пара из города Шахты, Ростовской области. 38-летняя Марина Гуденко и 15-летний Андрей Жанзаков. Вот уже два года они пытаются расстоять право на личное счастье. И для всех стало шоком, когда стало известно, что это эффектная 42-летняя мать-героиня, где-то убийца. Полтора года назад Светлана избила до смерти 4-летнюю приемную дочь Катю. Шоу «Пусть говорят» формирует у зрителей искаженную картинку, в которой создаются ложные ассоциативные связи. Синонимом слова «врач» становятся взяточник и убийца. Подросток, наркоман и преступник, отец – педофил, мать – алкоголичка. Если речь идет о семье, то супруги друг другу обязательно изменяют. Если речь о знаменитостях, то это примеры пошлых нравов, дурного вкуса и грязного пиара. Для большего эффекта специальным образом подбирается и аудитория шоу. Какой бы маргинальной ни была тема обсуждения, часть аудитории будет занимать либо нейтральную, либо оправдательную позицию к поощрению пороков и безнравственных. В 1969 году в Америке произошел Стоунволл, так называемый. Это было первое выступление геев, когда они реально осознали, что надо отстаивать свои права. Их ужасно там морили. Поверьте, это было в 1969 году. За это время Америка проделала колоссальный путь, и сегодня в штате Нью-Йорк разрешили браки, однополые браки. Хорошо это или плохо, не будем считать. Но это неизбежно наступит и в России. Мы идем по тому же пути. Если в реальной жизни 99% людей против гомосексуальных браков, то в шоу, пусть говорят, 30% эфирного времени отдадут извращенцам, а еще 30% тем, кто не определился по этому поводу. Как и в любом деле, и у организаторов этого шоу случаются проколы. Только в наши времена средств массовой информации копание в грязном белье звезд и лидеров достигло космических высот. Должен вам сказать, что ничего более пошлого в жизни своей я не слышал и не наблюдал. Я не понимаю, зачем сюда позвали меня. И я не нахожу возможным сидеть на продолжении этого позорища. Подведем итог. Шоу «Пусть говорят» нацелено на пропаганду педофилии, разрушение института семьи, деградацию общества, пропаганду извращений. Напоследок раскроем еще один телевизионный миф. Многие критикуют подобные передачи на телевидении, но оправдывают их высокими рейтингами. Мол, русским людям все это нравится, они это смотрят. Вот каналы зарабатывают на подобной грязи. На самом деле, это просто очередная большая ложь, которая нам навязывается, чтобы мы не сопротивлялись потоку безнравственности и пошлости с экрана. Люди смотрят такие передачи только потому, что альтернативы практически нет. Между тем, доброе, вечное и прекрасное вызывает еще больше интерес у зрителей. И наша с вами задача это доказать. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту Научи Хорошему. До новых встреч!